Томские ученые создали роботизированный комплекс для проверки элементов двигателей самолетов. С помощью рентгена он сможет выявить мельчайшие дефекты деталей. Сейчас российские авиастроители проверяют вращающиеся части двигателя вручную. Это более затратно и не всегда применимо. Разработкой томичей уже заинтересовался крупнейший завод в Рыбинске, производящий двигатели для военной и гражданской авиации. Подробности в репортаже Анна Гримашевич. С пульта управления буквально за минуту ученые запускают большой роботизированный комплекс. Его составляющие — манипулятор, рентгеновский аппарат, линейный приемник излучения — готовы к исследованию ротора. Эта часть ротора, состоящая из девяти соединенных между собой дисков, ученым Плитехнического университета предстоит исследовать на предмет качества сварных швов. Ведь ранее на предприятии в ходе испытаний эта часть двигателя просто разрушилась. Ротор авиационного двигателя работает при колоссальных тепловых и механических нагрузках. При его изготовлении могут возникнуть опасные дефекты. Не про вары, когда в металле нет соединений. И тогда часть двигателя просто разорвет. До сих пор детали проверяли с помощью специальной пленки, которой обклеивали ротор и просвечивали сварные швы рентгеновским аппаратом. Однако этот метод, уверяют ученые, уже устаревает. Этот метод хороший, но очень трудоемкий и довольно затратный. И к тому же при большом количестве, скажем, выпускаемой продукции, он требует довольно много времени. Теперь на проверку небольшой детали уходит один час. Меньше, чем пленочным методом. Но скорость не основное преимущество. Главное – переход на цифровой формат, который избавит производителей двигателей от постоянной покупки дорогостоящих пленок в специальных лабораториях для их проявки и рентгенов. Видим, что дефектов в данном случае нет. После сканирования рентгеновскими лучами специалисты получили цифровую картину сварного шва в высоком разрешении, на котором видны даже очень мелкие дефекты размером до 100 микрон. Данные архивируются и могут храниться до 20 лет, чтобы в случае аварии двигателя их можно было исследовать. На шов уходит порядка 4 минут, соответственно, порядка полчаса на сбор данных с одной детали. Последние испытания и комплекс через неделю отправятся на двигатели строительный завод в Рыбинске. Еще несколько лет назад президент Владимир Путин поставил задачу. Россия к 2025 году не должна зависеть от иностранных комплектующих для военной техники. Поэтому томские ученые готовятся к разработке новых комплексов, в том числе для проверки двигателей современных поколений эсминцев по заказу Министерства обороны России. Городская среда, архитектура, комфорт горожан, территории для отдыха и многие другие вопросы на этой неделе обсудили в ДГАСу. ВУЗ принимал четвертую международную конференцию «Молодежь, наука, технологии». Архитектура, городская среда и комфортное проживание в ней человека – это основные вопросы конференции. И уже в рамках столь масштабной заявки ее участники предлагают свои разнообразные проекты. Ведь невозможно жить без хороших дорог, приятных мест отдыха, качественного жилья. А это уже и новые технологии строительства, и новые материалы, которые молодые маститые ученые не только обсуждают, но и создают. А идеи часто рождаются как раз на подобных мероприятиях. Конференция научная – это отличная площадка для рождения новых идей, новых технологий, в которых так нуждается наша экономика, и рождения молодых ученых, в которых так нуждается высшая школа. Разработкой новых строительных материалов в ДГАСу занимается целый научно-исследовательский институт. В частности, сегодня здесь пытаются создать универсальную добавку для бетонов и растворов, которая должна превзойти зарубежные аналоги. Одна из задач, которую мы для себя выбрали – это исследование в области получения добавок, конкурентоспособных, но полученных с использованием наших технологий, нашего местного сырья. Вот, например, одна из таких разработок – это добавка на основе торфа. Вот торфа у нас то, чего много в нашей области. Новая добавка должна еще обладать заданными свойствами и возможностью эксплуатации при разных условиях. Над этой задачей трудится аспирант Ольга Демьяненко. О своей работе она рассказала на конференции. Цель моего исследования – это создать комплексную добавку направленного действия. То есть, чтобы добавка в зависимости от назначения смеси, она действовала так, как нужно нам. То есть, направленного действия. И мы создаем не одну добавку, у нас не один компонент добавки. То есть, добавка наша многокомпонентная. Есть у разработчиков и еще одна цель – это импортозамещение. Ученые уверены, что новый продукт, выйдя на российский рынок, может смело потеснить зарубежные аналоги. А на ученом совете ДГАСу были подписаны соглашения между региональным академическим научно-образовательным центром ВУЗа и новыми ассоциированными членами – Союзом строителей Томской области и Томским региональным отделением Союза архитекторов России. Напомню, что летом 2017 года Российская академия архитектуры и строительных наук создала в ДГАСу первый в России региональный модельный центр. Научно-образовательная база ВУЗа обеспечит взаимосвязь и совместную работу в интересах академии вместе с органами власти региона и профессиональными объединениями. Работа будет заключаться в формировании и реализации научно-технической, образовательной и инновационной политики строительной отрасли. В Томске также побывал ученый-секретарь академии Павел Акимов, который лично познакомился с ВУЗом и его сотрудниками в целях дальнейшей совместной работы. Эти вопросы связаны с верификацией программных средств, которые используются для оценки прочности, надежности и расчета на обоснование строительной конструкции зданий и сооружений. Это вопросы, связанные с проблемой механики грунтов, вопросы, связанные с охраной архитектурного наследия, что тоже очень важно для Томского региона. Я думаю, что совместно мы добьемся больших успехов. Древние почвы, сформированные на рубеже разных геологических эпох, плейстоцена и галоцена, обнаружили под Томском ученые ТГУ. Результаты радиоуглеродного анализа показали, что возраст образцов более 12 тысяч лет. Также ученые предположили, что тогда на нашей территории бушевали пожары. Какими были ландшафт, климат и растительность на территории Сибири в те давние времена? Расскажем в репортаже. Недалеко от села Тахтамышева находится песчаный карьер. В этом году именно он привлек внимание ученых-почвоведов из лаборатории Био-Геоклим ТГУ. Как говорит руководитель исследований Сергей Лойко, научная интуиция и первоначальный осмотр карьера подсказали, здесь стоит поискать. Результаты не заставили себя ждать. Специалисты обнаружили погребенные почвы, когда на Земле эпоха плейстоцена сменялась галоценом. Времена от 15 до 10 тысяч лет назад, время кардинальной перестройки сменяется один тип биосферы, которым ключевыми видами были крупные фитофаги, это мамонты, да, самые известные. И появляются современные тип биосферы, где ключевыми видами уже на нашей территории являются древесные виды растений. По мнению ученых, почвы, которые появились на месте нынешней Томской области более 12-15 тысяч лет назад, почти не изучены, но хранят в себе много информации о геологическом прошлом Земли и о конкретных экосистемах. И там, где взгляд обывателя, увидит лишь песок разного цвета, взгляд ученого прочитает целую историю. Это уже такая прибережная зона, и в прибережной зоне какие-то дебельки растений всегда торчат. И вот дебелек растений торчит, и вокруг него такое завихрение, и песок другой размерности отлагается. И потом, соответственно, формируются такие волны. Более темные, да? Да, более темные, с большим содержанием железа. Кроме Тахтамышева, древние почвы были обнаружены и в районе Таловских чаш, на 41-м километре от города. Сейчас образцы исследуются в лаборатории. А большое количество древесного угля, обнаруженного в почвах, позволяет говорить о крупных пожарах, бушевавших на нашей территории в древности. Это образец из второго гумусового горизонта, почв, который находится на Таловских чашах. Здесь мы видим угли. Где угли? Вот, чёрная вот эта масса, гребённый уголь, которому примерно 13 тысяч лет. Несколько первых проб уже прошли радиоуглеродный анализ в США. Сейчас исследователи планируют продатировать ещё часть образцов почвы и углей и провести комплексный анализ, который позволит сделать выводы о климате, растительности, ландшафтах и экосистемах, преобладавших на территории современной Томской области на рубеже двух последних геологических эпох. Такая информация представляет несомненную ценность для палеоэкологии. Этот год стал юбилейным для Института сильноточной электроники Суран. Со дня его открытия прошло ровно 40 лет. Создание ИСС Суран стало значимой вехой на пути российской науки. На торжественном собрании в честь юбилея Института перед коллективом выступил его основатель и первый директор Геннадий Андреевич Месяц. Ведь именно он 40 лет назад стал не только отцом-основателем нового института, но и ученым, который совершил открытие взрывной электронной эмиссии. Это явление позволило генерировать импульсные электронные пучки, получать интенсивные потоки заряженных частиц и электромагнитного излучения, исследовать мощные энергетические воздействия на вещество. Все это предопределило характер тех основных направлений, которые сегодня развиваются в институте. И прежде всего это физическая электроника и физика плазмы, импульсная энергетика. Огромный вклад в развитие института внесли и другие выдающиеся ученые. Это Сергей Бугаев, Борис Квальчук, Сергей Коровин, Николай Ратахин. И, конечно, труд каждого из них и других сотрудников института и полученные результаты делают Томский институт сильноточной электроники серьезным игроком на международной арене. Сегодня это все. Как будут развиваться события научной жизни Томска, расскажу в следующем выпуске программы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова